Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами на тему красоты и здоровья. Я ни в коей степени не претендую на звание бьюти-блогера, но биологические знания могут помочь нам сохранить молодость, здоровье и красоту, а также окружающую среду. На сегодняшний день в мире весьма-весьма и специалисты, и простые люди обеспокоены состоянием окружающей среды. К сожалению, вот эта бьюти-индустрия очень вносит такой негативный вклад в загрязнение окружающей среды. Серьезным фактором загрязнения окружающей среды является микропластик. Сейчас о микропластике не слышал разве что ленивый и ничего про это не знает. Микропластик преследует нас повсюду. Он попадает в рыбу, он попадает в пресноводных морских животных. Мы его вместе с продуктами питания потребляем в пищу. К сожалению, микропластик уже находят в организме человека. Одним из источников микропластика является в том числе косметика, косметические продукты. Не только декоративная косметика, но и уходная. Значительный сектор уходной косметики составляет всевозможные средства для очистки кожи. В состав таких средств зачастую входит микропластик. Если не микропластик, то есть гранулки вот эти, которые отшелушивают кожу. Если это не микропластик, то в таком случае это косточки абрикоса. Однако, для многих из нас косточки абрикоса не так уж и нужны. Потому что они являются достаточно сильно травмирующим компонентом подобного рода косметических уходных средств. Мы же не в шахте угольной работаем для того, чтобы с помощью вот таких сильных абразивных средств тереть нашу кожу. Если же речь идет о микропластике, то на сегодняшний день сознательные люди должны вообще отказаться от средств, содержащих подобного рода вот такие механические компоненты. Микропластик входит в основном в состав средств для отшелушивания, для очистки кожи, содержащих в том числе жидкое мыло. Лаурил сульфат натрия. Это пенные средства для очищения. На самом деле, но нет никакого смысла. Если вы только не работаете целыми днями в поле, а если вы работаете целыми днями в поле, то ваша кожа повреждается ультрафиолетными лучами, ее тоже надо щадить. А если вы ведете в основном обыкновенный образ жизни современного человека, то вообще такие способы такого жесткого воздействия на кожу являются нежелательными. Ну и в кремообразные такие средства для очистки кожи также входит микропластик. Я вам предлагаю замечательную альтернативу. Это будет скраб двойного назначения. Скраб для кожи головы и скраб для кожи лица. Ну а если скраб наносится на лицо, то естественно, что одновременно обрабатываются и руки. От мозолек, от каких-то там отмерших частичек и так далее. Они делаются более мягкими. Основой нашего скраба будет любое средство типа бальзама для волос. Бальзам ополаскиватель или маска для волос. Дело в том, что по своему составу они все преимущественно очень схожи, очень одинаковы. В их основе в основном всегда находится цитиориловый спирт. Цитиориловый спирт совершенно безопасное нейтральное вещество, которое очень легко поддается биодеградации и является таким химически синтезированным аналогом ланолина. Очень похоже на ланолин. А ланолин является основным компонентом кожного сала и того жира, который выделяет наша кожа, в том числе для смазывания волос. Ланолин раньше и теперь добывают путем смыва с шерсти животных, преимущественно овец, конечно же. Ну а теперь его синтетический аналог применяется практически абсолютно во всех уходных косметических средствах. Какой надо взять? Надо взять тот, который подешевле. Почему? Потому что тот, который подешевле, он будет пожиже. Когда вы будете выбирать вот такое средство уходное или бальзам, или ополаскиватель для волос, в этом случае вы его вот так вот поболтаете немножечко. Если он там внутри болтается, это значит вы выбрали то, что вам надо. Ну, по крайней мере, белорусская белита выпускает целую широкую гамму подобного рода средств. И они все по консистенции примерно одинаковые. Вот в таких вот банках выбирайте любое, которое вам нравится по запаху, по цвету, по чему-то еще. По своим свойствам они все примерно одинаковые. Почему важно также иметь скраб для кожи головы? Ну, вообще, если с кожей головы нет никаких проблем, то в принципе скраб особо и не нужен. Хотя, вот в любом случае, тот состав, который мы будем делать, будет оказывать на любую кожу и лица, и головы весьма и весьма благоприятное воздействие. Он будет не только отшелушивать отмершие частички кожи и способствовать обновлению кожи, но также он обладает и антисептическим, дезинфицирующим, дезодорирующим и немножечко снижающим выделение кожного сала вот таким вот средством. Поэтому особенно оно рекомендуется для тех, у кого жирные или нормальные волосы и слегка жирнеющая кожа, склонная к образованию прыщиков комедонов. Но мы сделаем также и модификацию, которая в полной мере подойдет людям с сухими волосами и сухой кожей лица. Вторым компонентом, который нам понадобится, это будет самый обыкновенный порошок корицы. Под видом корицы могут продавать пряности корицы, также и молотую кассию. Это один из видов корицы. На самом деле, для наших целей не имеет никакого значения, будет здесь насыпана настоящая корица или здесь будет насыпана кассия. Для наших случаев оба этих растения, оба этих порошка обладают совершенно идентичным действием. В части скраба нам будет важно то, что это кора, мелко размолотая кора. Попадая вот в этот состав, она формирует такую тонко дисперсную структуру, которая при нанесении на кожу головы и кожу лица с помощью массирующих действий поможет вам очень мягко и очень нежно отшелушить отмершие частички кожи. Это позволит сделать кожу более гладкой, более ровной. Это устранит мелкие морщинки. Кроме того, сама по себе и корица, и кассия, ну будем говорить корица, содержит в своем составе целый комплекс полезных биологически активных веществ. Начиная от самого масла корицы, который обладает и заживляющим, и антираздражающим, и антисептическим действием, и заканчивая биофлавоноидами, антиоксидантами, стимуляторами синтеза коллагена, различными витаминами, ну и так далее, минеральными веществами. Ну, несмотря на то, что кожа является хорошим барьером для проникновения различных веществ в нее, все-таки какие-то вещества и многие вещества из корицы могут попадать к нам, не только на поверхность кожи, но и тоже немножечко внутрь. По этой причине людям склонны к аллергии, прежде чем применять, ну в общем-то, любые косметические средства, а в том числе те, которые приготовлены вот по каким-то нетривиальным рецептам, необходимо предварительно, прежде чем наносить на большую площадь кожи, попробовать получившийся состав, ну где-то вот в этом вот месте, здесь нежную кожу, намазать, подержать 5 минут, если никаких реакций нету, смыть и спокойно пользоваться. Итак, готовим наше средство. Оно готовится очень легко и очень просто. Достаточно вскрыть упаковочку, вот так вот, я до конца эту фольгу снимать не буду. Вскрыть пакетик, на вот такую вот банку, а в этой банке находится 450 мл бальзама для волос, необходимо высыпать 10 грамм корицы. После того, как вы это сделали, необходимо плотненько закрыть и вот так вот, как следует, сболтать. Чем дольше вы будете болтать, тем лучше смешается бальзам с порошком корицы. По степени помола порошок корицы бывает разным, от очень-очень мелкого до более крупного. Если вам попался крупный помол корицы, и вы чувствуете, что частички достаточно большие, ничего страшного, просто уменьшите срок проведения процедуры. Ну, например, с 5 минут для глубокого очищения кожи до 3 минут. Одним словом, вы при применении приспосабливаетесь к тому, как реагирует ваша кожа. Если после применения этого средства вы почувствовали излишнюю красоту какую-то на коже, ну, излишнюю красоту трудно почувствовать, ее пусть чувствуют те, кто вас окружает, а какая-то краснота, дискомфорт, ну, значит, просто уменьшите срок проведения этой процедуры. Что касается волос, в этом случае вы можете держать и 5 минут на волосах, а вы можете ходить с этим бальзамом, нанесенным на кожу головы, промассировать как следует. Можете сделать чалму и ходить хоть полдня, хоть целый день. Ничего страшного. При длительном таком ношении этой маски на волосах, на коже головы, вы можете почувствовать очень легкое тепло. Никакого сильного жжения не будет, просто очень легкое тепло. Это будет говорить о том, что у вас пошло хорошее кровоснабжение кожи головы. Это улучшит структуру волос, это улучшит толщину волос, это улучшит внешний вид волос. И это, конечно же, будет оттягивать вот этот срок наступления седины, увеличения количества седых волос. Потому что что такое седой волос? Седой волос, это волос, возле луковицы которого умерла клетка, которая отвечала за синтез меланина. И чем лучше будет кровоснабжение, чем лучше будет питание кожи головы, тем дольше будут жить эти клетки, тем медленнее будет наступать седина. Конечно, седина имеет и генетическую природу, и там всякую разнообразную, но то, что мы можем легко регулировать, это именно питание кожи головы. Для тех, у кого более сухие волосы и более сухая кожа, я рекомендую в этот состав добавлять облепиховое масло. Облепиховое масло все знают, обладает и ранозаживляющим, и противовоспалительным, и витаминизирующим, и антиоксидантным, и многими-многими-многими полезными функциями. В том числе в облепиховое масло входят природные токоферолы, которые являются тоже сильными антиоксидантами, выполняют антирадикальную, антисвободно-радикальную функцию в коже. Токоферол попадает в кожу, и довольно глубокие слои кожи он попадает. И там проводят омолаживающий свой эффект, омолаживающую работу. Очень многие средства по уходу за кожей содержат в своем составе токоферолы. И если мы добавим еще дозу токоферола, ничего страшного не будет, а будет все только очень-очень хорошо. Вы отворачиваете немножечко вот так вот эту пленочку, наливаете сюда примерно столовую ложку облепихового масла, аккуратненько все это делаете, лучше в ванну залезть, в ванной все это сделать. И снова, как следует, все это взбалтываете до однородной консистенции. Потом открыли, убрали вот эту вот фольгу с поверхности, и набираете дозу, намазываете на лицо, намазываете на кожу головы, все это как следует массируете и смываете. Удобно это делать, когда вы принимаете ванну. Ну, если вы не предпочитаете душ, в общем, это можно тоже сделать заранее, и потом все тщательно смыть. Каждый уже может приспособиться к этому так, как только ему нравится. После использования данного средства, вы на целый день обретете очень тонкий и приятный запах волос корицей. Корицей будет пахнуть, и, ну, те, кто будут приближаться к вам поближе, обязательно будут замечать этот приятный и в какой-то степени волнующий и привлекающий аромат. И, конечно, вы увидите, насколько преобразилось состояние ваших волос и кожи лица. Безусловно, для того, чтобы эффект был по-настоящему сильным и стойким, вам необходимо систематически использовать это средство, в том числе чередовать его и с другими полезными составами для лица и для головы, для волос, о которых мы с вами обязательно поговорим. Подписывайтесь, чтобы не пропускать наши выпуски, задавайте свои вопросы, делитесь своими секретами красоты и ухода за лицом, за телом, за кожей, за волосами. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok